Попытка номер два попасть на аргентинскую сторону водопадов Игуасу. Половину пути из Эльдорадо нас провез папа нашего каучсорфера. И потом через 10 минут остановился вот этот парень. Он едет в Пуэрто-Игуасу прямиком из Буэнос-Айреса. Он сказал, что он 12 часов в дороге. Это КПП, которое проезжаешь, еще не доезжая до Касно-Игуасу. И рядом с ним тут конец парковки. Там конец забора. И надо просто до него свернуть в джунгли и идти вдоль забора. Не надо уходить далеко в джунгли. Там есть уже протоптанная тропа. И с нее вас не будет видно. И никто к тому же не увидит, что вы туда зашли. А так вход иностранцам стоит 600 песо. Местным там что-то 320 вроде как. Там еще даже цены разнятся от региона Аргентины. Успешно прошли на территорию парка. Меня укусил какой-то комар. Заняло у нас ну 20 минут максимум. Мы ждали этого поезда здесь целый час. Нам дали билет на поезд, который был там 12.05. В итоге мы сели только в 12.35. В общем, все жутко неорганизовано. У них тут поезда не циркулируют по кругу. Сначала ты должен доехать от водопада до той станции. Там опять выйти и ждать другой поезд, чтобы выехать уже на выход. Птичка какая-то вообще. В общем, было бы очень обидно, если бы мы заплатили за это деньги. Такое столкутворение, потому что сегодня еще и суббота вдобавок. Как-то вообще пока что не кайфово здесь организовано все это дело. Целый час мы ждали этого поезда. И видели много людей, идущих пешком. Мы бы тоже быстрее пешком дошли, потому что там идти всего лишь 3-3 километра от той станции. Вот она лодка дьявола. Два месяца назад я была на бразильской стороне. Я вижу ту кафешку, до которой мы доходили, самая крайняя точка. Но оттуда там нет смотровой площадки. Поэтому для многих аргентинская сторона кажется более интересной. Пока что мои впечатления в аргентинской стороне не однозначно. Мы еще не побывали на остальных смотровых площадках. Но здесь ты стоишь на лодке дьявола, а на бразильской стороне панорамный воздух. И видишь все, но далеко. Здесь особо долго не проведешь времени, потому что здесь просто стадо. Гопота. Местная братва. Что там, что вкусное? Там макаки гоняли, хватит. Конкуренция. Думаю, мне сейчас хочу. Порядка. Шаканул. 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 В общем, нам застопились в бразильце из Рио-де-Жанейро. У них была машина с номером Белоризонте. Вот, они нас подкинут до прямой трассы на Эльдеране.